У меня для тебя сюрприз, кстати, сегодня, потому что ты же удивился своим рэпом, я тоже записал рэп, понял? Я тебе сейчас зачитаю. Салем Сахан Тухан Джер, Арманебер Нуребер, Джерегебер Серебер, Салем Сахан Тухан Джер, Салем Саша Жан. Вот так. Только я переводить не буду сегодня. Ладно, я и так уже понял, потому что у меня теперь богатый словарный запас. Поэтому мы можем начинать. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады всех приветствовать на канале Алга Петербург, нашим общем детище. Нас уже более 20 тысяч, что особенно приятно. Мы с Ваней не удержались и решили, скажем так, вне нашей традиционной пятничной беседы выйти, чтобы вновь пообщаться с вами. Благо, новостей накопилось достаточно. Да, это такая у нас получилась экстренная экспресс-беседа, приуроченная, конечно, к юбилею. К юбилею 20 тысяч. Даже я могу сказать, что несколько у нас сегодня будет юбилеев, но мы об этом, наверное, позже постепенно расскажем. Да, начнем с самой важной новости, приятной новости. Почему? Потому что, казалось бы, карантин, все должны отдыхать. А нет, в онлайн-режиме проходят премии, вручения наград и Димаш, будучи даже дома в Казахстане, продолжает побеждать. Я считаю, что это очень хорошая новость. Кто не в курсе, ZD Awards прошла премия в онлайн-режиме, в которой Димаш Кудайберген и Игорь Крутой заняли почетное место в номинации Cover Tribute за песню «Любовь, похожая на сон». Тебе не хочется сказать, что ровно год назад, это первый юбилей, потому что ровно год назад мы премировали уже эту песню? Да, абсолютно верно. И в честь, собственно, такого грандиозного праздника, когда мы впервые услышали эту композицию, мы сразу почувствовали, что это стопроцентный хит. Выпустили даже клип на кадры известного тоже клипмейкера Казахстана Айсултана Сиитова. Эта работа была очень вдохотворенная, красивая, с пейзажами Казахстана. Кто успел посмотреть, тем завидует. Кстати, знаешь, что еще я хочу сказать? Хорошо, что Игорь Крутой сам сможет лично Димаше Канатовичу эту премию объявить. И, соответственно, может быть даже вручить. Он обещал лично поздравить Димаша, поэтому я не сомневаюсь, что наш тандем продолжит работу, сотрудничество. Тем более Игорь Яковлевич в интервью сказал о том, что у него очень серьезные планы. Он планирует выпустить множество хороших песен, которые будут побеждать в том числе и в самых различных конкурсах и номинациях. Поэтому будем следить за развитием событий в этом году. Да, знаешь, что я еще хотел сегодня отметить? Это наша передача про Руми, про блогера, который сразу и певец, и исполняет множество каверов. На разных, получается, примерно 40 голосов у него. Он как-то так себя называет. Вань, ты в курсе, что к нему не совсем однозначно относятся многие зрители нашего канала? Да-да, я как раз об этом и хотел поговорить. Ведь там были некоторые ребята, которые посчитали, что не стоит таким, как Руми, затрагивать творчество Димаша. Больше того, они даже сказали, что мы занимаемся продвижением этого блогера, что я считаю не совсем верным. Да, мне кажется, что тут немножко не так. Мне кажется, что наоборот, должно быть как можно больше таких вот исполнителей. Ведь мы все-таки хотим, чтобы к концу мая был миллион подписчиков у Димаша на канале. Поэтому я считаю, что обязательно вот таких людей, и блогеров, и реакционеров, и тех, кто поет каверы на Димаша, их должно быть как можно больше. Потому что это новые аудитории, это новые люди, и друзья вот, например, Руми, они многие узнали о Димаше, и они смогли прийти к нему на канал. Потому что все-таки вот, если я тебе скажу подписаться на канал Димаша, а ты мне скажешь, то у нас будет всего два человека. А если мы с тобой сделаем хороший фильм про Димаша, то тогда, может быть, там из тех людей, например, 100 тысяч посмотрят, 300 тысяч посмотрят. Из них, если даже один процент с каждого из этого фильма будет подписываться на канал Димаша, то это уже, я думаю, будет намного полезнее, чем мы будем с тобой друг друга агитировать. Я с тобой полностью согласен, ведь главное просто познакомить большую аудиторию с артистом, а дальше уже каждый сможет сделать свой собственный вывод, уже слушав другие композиции артиста. Поэтому здесь вообще нет никаких сомнений. Просто нужно делать как можно больше передач, как можно больше фильмов хороших, качественных, которые будет смотреть много людей. Кстати, можно я как раз про одну из таких расскажу? Я вот как раз, да, хотел тебя спросить про фильм с бабушкой, с бриллиантовой бабушкой. Да, это не просто бабушка, это Дина Нурпиисова, очень важный деятель в области искусства для Казахстана и всей казахской культуры. Опять-таки, с этой замечательной женщиной я познакомился благодаря нашим друзьям, которые намекнули о том, что вот есть такой интересный человек. Когда я уже погрузился в биографию, я понял, насколько и трудный, и сложный жизненный путь прошла эта женщина. И несмотря ни на что, она очень сильно любила музыку. Я так понимаю, музыка как раз питала ее, чтобы преодолеть все трудности, которые ей встретились на жизненном пути. И что самое важное, она была знакома с такими величайшими деятелями, как Курман Газы, который, к слову, был учителем Дины Нурпиисовой. И мы знаем, да, Кюй Адай, Димаш исполняет на своем концерте сольном. Так вот, Дина Нурпиисова очень трепетно и нежно передала как раз традиции игре на дамбре, эти приемы, эти мотивы. И не только этого замечательного композитора, но и многих других, как раз вот уже молодому, скажем так, современному другому поколению. И мы сейчас можем пользоваться этими материалами. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите эту работу. Этот жизненный пример сейчас нам очень, мне кажется, необходим. Я, кстати, хочу сразу сказать, что, наверное, ты сразу же захочешь рекламировать реакцию на песню Тумаша. Потому что мне кажется, что здесь есть какая-то связь. Да, почему? Потому что вообще в рамках знакомства с казахской культурой нам множество присылает всевозможных ссылок. И вот, когда я затронул тему дамбры, то невольно я вспомнил замечательную группу Made in KZ, которая, к слову, очень много, активно часто использует дамбру, этот замечательный музыкальный инструмент в своих песнях. И мелодии там просто шикарные. И вот на одну из них я как раз уже снял реакцию. Это песня Тамаша, что в переводе означает «отлично». Это, к слову, о том, что нас просили... Мы Алга уже знаем, и в каждом выпуске говорите Алга, давайте еще какие-нибудь слова, чтобы мы вместе с вами изучали язык. Димаш на концерте постоянно говорит Тамаша. Поэтому это видео уже готово, совсем скоро оно появится на нашем канале. Так, раз уж ты начинаешь рекламу всего, я тогда скажу, что у нас еще появилась наша версия клипа «We are one», который мы сделали в виде трибюта Майклу Джексона. Тоже кто не видел, посмотрите. И еще, кстати, одна... То есть, Вань, теперь в интернете есть три шедевра. Это китайская версия, версия Казахстана и версия Алга Петербурга, правильно? Получается, да. И шедевры они потому, что там есть Димаш. И, кстати, я вот вспомнил сейчас того, у нас же был еще выпуск, который у нас назывался «Димаш на карантине». Ой, я посмотрел, почитал комментарии под этим выпуском, очень понравилась эта рубрика. Многие даже удивились, почему они были не в курсе. Оказывается, в Instagram, кто, кстати, не подписан, обязательно подпишитесь прямо сейчас на наш Instagram, мы задумали настоящий флешмоб, в котором люди, поклонники творчества Димаша, должны были выбрать любимую композицию артиста и показать под нее свой вид из окна. И таким образом и горизонт, и вообще география творчества артиста расширилась просто в разы. Это было невероятно интересно, увлекательно и познавательно. Саша, у меня есть идея, почему так мало присылают нам из-за границы кадров таких. Почему, Вань? Я хотел бы предположить, что, наверное, название, то, что мы придумали «Димаш на карантине», оно не очень подходит. Нам, наверное, нужно попросить наших друзей, чтобы они предложили свой вариант хэштега, с которым мы вот это вот сможем эти выпуски продолжить. Это такой получился флешмоб, да? Да, с удовольствием рассмотрим все варианты, присылайте. И варианты названий, и самое главное – видео из окон ваших домов. А видео, кстати, нам присылают, и, кстати, довольно много, потому что на нашем WhatsApp номере, который вы видите внизу, есть WhatsApp. Да, присылайте туда все необходимое. Ну и уже сегодня вечером состоится премьера. Я видел, кстати, она уже заряжена на канале Димаша Кудайбергена. Я уже зашел туда и поставил колокольчик. Да, в 18.00 по Москве должна начаться премьера уже сольного концерта Димаша в Киеве. Готова полностью смонтирована работа, и мы насладимся этим концертом вновь. Возможно, кстати, у нас получится сделать стрим, трансляцию концерта, но это не точно. Пока что обещать не будем. Протестируем, может быть, шанс будет. Если что, далеко не уходите. Ну что, Ваня, я смотрю, мои новости исчерпали себя. Ну, кстати, тогда я тебе вот хочу сказать, что сегодня еще один юбилей. Ты, наверное, забыла, но два месяца назад, 25-го числа, мы с тобой вскрыли серебряную кнопку. Наверное, даже... Ты меня ранил сейчас, Ваня, прямо в самое сердце. Да, но самое главное, чтобы вот это вот вчера было, мы с тобой его как бы и так не праздновали. Но сегодня нам нужно отпраздновать, потому что сегодня юбилей у ЕФК. сегодня они вручную отправили страйк нам, ну вот, 26-го, 26-го февраля. То есть два месяца победы над Эхо-Петербург. Два месяца победы над 100-тысячной армией. Даже больше. 150-тысячной армии. Потому что 120 было на Эхо-Петербург и 30 на Эхо-Питер. Да, это может войти в историю, как великие победы в некоторых войнах. Это будет, возможно, в учебниках написано вместе с переходом Суворова через Альпы. Подожди, Ваня, но мы же говорили о том, что, наоборот, чем больше каналов будет на просторах Ютуба, которые бы освещали творчество Димаша, тем лучше. А тут совершенно другая стратегия. Получается, это фан-клуб вредителей какой-то. Да, но мы, конечно, все еще пытаемся агитировать ответственных за эту часть деятельности ЕФК, одуматься. А как нам их найти? Они до сих пор не выходят на связь. Неизвестно. Кстати, вот спрашивают у нас постоянно третий страйк от кого? Третий страйк от нашей любимой Люсии, от всеми любимой Люсии Синатры. Но в чем различие ты представляешь между Люсией Синатры и фан-клубом? Значит, дело в том, что Люсия Синатры, она отвечает нам на сообщения. Ну, мы с ней и до этого очень хорошо общались и даже хотели вместе делать передачу. Она по-русски разговаривает, Вань? Она по-итальянски, по-английски. То есть и даже это не мешает наладить? Это вообще не мешает. Я тебе могу сказать, что мы даже хотели передачу сделать, фильм с ней. Но из-за того, что в Италии тяжелая ситуация, даже она заболела. Но сейчас все в порядке. В общем, там не получилось. Но она отвечает и говорит, что, ребята, я ничего не отправляла. И она даже написала письмо в Google, чтобы разобраться в этой ситуации, чтобы убрать страйк, который сейчас мешает людям. Ты понимаешь? Вань, ну я насколько понимаю, у нас же не так много времени осталось. Потому что через месяц канал либо, я так понимаю, полностью будет заблокирован, либо восстановлен. Я не знаю, как это работает, но либо его заблокируют, ну то есть удалят все, что там было, либо разблокируют. Поэтому есть еще месяц. Я надеюсь, что за этот месяц все-таки сейчас не время для распори и ссор. Тем более, что это же наносит вред. То, что сейчас канала нет, то, что там огромное количество фильмов и передач про Димаша и про культуру, они сейчас недоступны. А это могло бы, мне кажется, чуть-чуть помочь тому, чтобы у Димаша на канале было больше подписчиков. Ну и вообще скрасили бы досуг людей. Потому что там множество интервью с интересными людьми, которые я периодически пересматривал, просто чтобы послушать умных людей. Да, но вот, к сожалению, вот так вот сегодня. Но ничего страшного. Все-таки мы не можем никого судить с тобой. И тоже, друзья, не судите и сами несудимы будете. Вот я предлагаю вот так вот. Как говорится, Алга Петербург, Вань? Алга Димаш! Вот это правильно! Ладно, все тогда. Сау Баланесдар! 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 Сау Баланесдар!